Добрый вечер, уважаемые друзья! В эфире информационный выпуск, подготовленный корреспондентами общественного соянского телевидения. Студия для вас работает оператор Юрий Кузьменко и ведущий программы Дмитрий Поличук. Сегодня выпуски. Несколько часов в городе не было света. Сегодня студенты химико-технологического техникума получают дипломы. В городскую больницу поступило новое оборудование. Школа по уходу за лежачими больными работает в комплексном центре. Запрет на работу в такси гражданам с судимостью. Аттракционы проверяют на предмет безопасности. А теперь об этих и других событиях более подробно. В минувший понедельник Саянск погрузился во тьму. На протяжении нескольких часов в городе практически во всех микрорайонах не было света. О причинах происшествия далее. И будет свет! Вечером 27 июня в течение нескольких часов в ряде микрорайонов города была отключена электроэнергия. Активная перекличка вынужденных пребывать в темноте велась в городских чатах. Люди сетовали на то, что, например, не успели приготовить ужин. Включение же электроэнергии Саянса приветствовали громкими овациями. «Было повреждено одновременно три кабельных линии. Ну, то есть это вообще случай, в принципе, такой редкий, очень редкий. Но, тем не менее, это произошло. Поэтому после того, как выявили место повреждения, была собрана ремонтная схема. Ну, соответственно, по резервным схемам было подано напряжение на всех потребителей. Перерыв составил примерно в 18.50 это произошло. Последний потребитель был включен в 23.10». На протяжении четырех часов без света оставались микрорайоны юбилейной частично строителей Центральной, Солнечной, Ленинградской. «Схема довольно-таки разветвленная и сложная, если так говорить, по домам. То есть вот частично какие-то микрорайоны, не полностью затронул. Ну, вот сейчас разбираемся с последствиями. Ну, то есть ищем повреждения на кабельных линиях и, соответственно, будем выводить их. Выведены в ремонт они, будем проводить их ремонт». Ситуация с отключением света в Саянске довольно редкая. Причиной аварии специалисты называют естественный износ изоляции. В этот же период вышла из строя кольцевая муфта на кабель и произошло возгорание трансформаторной будки в микрорайоне Центральной, 14. «Это не то, что первая причина, но это одна из причин, которые привлекли вот эти водильные отключения. То есть сработала защита, штатно сработала защита, это вот на головной подстанции здесь у нас. И для того, чтобы дальше не развилась авария, поэтому работали устройства реальной защиты автоматики. Соответственно, они локализовали проведенный участок, и дальше авария не развилась. И, значит, мы вот три кабеля, которые вышли из строя, все дальше уже, самое главное, магистральные кабели остались целые». На устранение аварии было задействовано порядка десяти специалистов. Сегодня торжественный день. У студентов химико-технологического техникума они получают дипломы о среднем специальном образовании. «Очень быстро пролетело время. Я помню, еще вчера я пришла в техникум, поступила на первый курс, уже сегодня получаю свой первый диплом. Многие ребята из нашего техникума пойдут работать. Я для себя решила, что поступлю в высшее учебное заведение, в институт». 28 июня в Саянском химико-технологическом техникуме прошло самое волнующее и долгожданное событие года – торжественное вручение дипломов выпускникам 2022 года. Этот радостный день разделить с выпускниками на праздник пришли преподаватели, приглашенные гости, родственники и друзья. По традиции церемонию вручения открыл директор техникума Геннадий Андрюшевич. Он поздравил всех выпускников со знаменательным событием, пожелал им успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, раскрытия талантов и удачи на творческом пути. «Удачи вам! Вы выдержали все, что нужно было выдержать. Выдержали. Вам удачи, вам здоровья, вам успехов и исполнения всех тех желаний, которые у вас сейчас, наверное, переполняют вас. Кто-то в институт поступать, кто-то на предприятие работать. Это хорошие мечты, хорошие желания, но надо, чтобы они сбылись». Первыми дипломы получили выпускники, окончившие техникум с отличием. Всего заветные корочки получили 103 выпускника. Лучшие студенты были отмечены грамотами и благодарностями. «Очень быстро пролетело время. Еще вчера мы были первокурсниками, а сегодня мы получили свои дипломы. Кто-то пойдет, возможно, дальше учиться, кто-то будет работать». Летняя погода, прощальная речь руководителей техникум, мастеров и преподавателей, праздничная аудитория, улыбки гостей, радостные и сияющие лица выпускников. Все это создает настроение настоящего выпускного. Для ребят учебное заведение все эти годы стало частью их жизни. А итог кропотливого студенческого труда – долгожданный диплом Саянского химико-технологического техникума. Саянская городская больница пополнилась новым современным оборудованием для проведения обследований. Энцефалограф позволяет определить функциональную активность головного мозга и незаменим при диагностике. Саянская городская больница оснащается новым современным оборудованием. Так, в медицинское учреждение поступил новый энцефалограф. «Основная функция этого аппарата – это определять функциональную активность головного мозга. Что значит функциональная активность? Это значит, выявляются эпилепсия, судорожные синдромы, какие-то очаговые изменения. Вот этот основной спектр, который можно определить на этом аппарате». Необходимость в аппарате возникла в связи с большим потоком людей, проходят которые медосмотры. «У этого аппарата, у него узкие возможности. Он используется в основном в неврологии для определения судорожных синдромов и эпилепсии. И в медосмотрах, почему его стали принимать, включили в медосмотры. Потому что очень много было травм в связи с тем, что люди падают в обморок, падают с высоты. Судорожные у них там на работе происходят. Поэтому, чтобы все это исключить и пресечь на ранней стадии, ввели в медосмотр энцефалограф». Новый электроэнцефалограф поступил по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области». Стоимость аппарата – более 300 тысяч рублей. «Уже несколько лет в комплексном центре социального обслуживания населения Саянска работает школа по обучению навыкам общего ухода за тяжелобольными гражданами». В Саянске проживает значительная часть граждан преклонного возраста, одиноких пожилых людей, инвалидов. И очень важной задачей является создание системы долговременного ухода за такими горожанами, которые не могут за собой самостоятельно ухаживать. С 2015 года в комплексном центре социального обслуживания населения Саянска работает школа по обучению навыкам общего ухода за тяжелобольными гражданами. «Проблема актуальна, потому что беда приходит негаданно, нежданно, и люди сталкиваются с тем, что они совершенно не знают элементарных вещей, которые, казалось бы, совсем просты, но вот они приходят, мы им рассказываем, соцработники обучают, и люди просто «А да, действительно, как же я раньше не догадался до этого?» То есть элементарно, как правильно перевернуть, чтобы поменять постельное белье, не травмировав получателя социального обслуживания, тяжелобольного человека, и не надорвав себе спину. То есть это очень актуально и важно. Это все определяется индивидуально, то есть ситуации же разные, кто-то не ходит, кто-то не может держать ложку, то есть кому-то мы должны рассказать, как обрабатывать пролежни, или что важнее делать их профилактику, кому-то мы должны показать, какая существует посуда, адаптированная для инвалидов. То есть все индивидуально». В школе по уходу проходит встреча с медицинскими специалистами, которые рассказывают о том или ином заболевании, о его профилактике, об уходе за больным с таким диагнозом. На этот раз гостем комплексного центра стал врач-психиатр Саянской городской больницы Владимир Катькало. Кроме школы ухода, на базе отделения срочного социального обслуживания комплексного центра функционирует пункт проката технических средств реабилитации. «Пункт проката технических средств реабилитации – интеграция, в рамках работы которого специалист-реабилитолог занимается не только выдачей во временное пользование средств реабилитации, но и учит правильному подбору и использованию различных средств, то есть костылей, колясок, тростей, рассказывает об адаптации жилья, что тоже немаловажно при уходе за тяжелобольными людьми». Программа занятий школы ухода включает изучение теоретических основ и практическое освоение навыков общего ухода, профилактики осложнений, методов самообслуживания, правил гигиенического ухода, питания и кормления, приемов первой доврачебной помощи. Знания и навыки, полученные в школе ухода, позволят горожанам создать своим близким и подопечным условия для как можно более полной и достойной жизни. Обратиться к нам за более подробной информацией или же записаться на занятия можно по телефону 54525, либо лично по адресу микрорайон юбилейный 17, кабинет 18. И также вся информация размещена на нашем официальном сайте кцсосаянск.ру. Этим летом яблони города окутала паутина. Деревья, которые ежегодно подвергаются нападению вредителя, решено вырубить. Однако есть менее радикальные способы борьбы, которые позволяют сохранить зеленое насаждение города. Считают агрономы. Или червячки. Вот здесь вот меньше. Один куст был в таких вот прямо вот так, и внутри червячков много-много. Этим летом на городские деревья обрушилась и на пасть. Зеленые красавцы буквально окутаны паутиной. Потому поврежденные насаждения решено вырубить. Однако спиливать деревья совсем не нужно, уверяет специалист. А все не вырубишь. Потому что и тля, и всякие плодожорки, и щитовки, и клещи, и жуки, и долгоносики. Каждый год появляются эти вредители. С ними надо бороться, как бы проводить профилактические меры. Уборка опавшей листвы, скашивание травы, побелка стволов, известью с добавлением медного купороса, мер по борьбе с вредителями, в том числе с горностаевой молью, довольно много. Вылечить все можно, это надо же профилактически. И опять же, на какой территории? Если это придомовая территория, значит, этим кто-то должен заниматься. Мы же на дачных участках у нас ничего же не вырубаем. Каждый год появляется тот или иной вредителей. И в каком-то большее, меньшее. И поэтому, начиная только, вот еще почки еще не распустились, начинаем обработки. Не биопрепараты есть, не обязательно этим химией обрабатывать, народными средствами. Сейчас табачная пыль, пожалуйста, продается. Есть даже табазол, который не надо, вот отдельно табака, отдельно золу. Есть табазол. Заваривайте, опрыскивайте. Тревожит жителей нездоровье деревьев в парке Таежные бульвары. Причиной тому тля, с которой успешно борется личинка божьей коровки, плюс обработка препаратами. С 1 по 21 июля на территории Зиминского и Зулумайского лесничеств будут проводиться мероприятия с применением химического препарата по уничтожению сибирского шелкопряда. В этот период следует ограничить пребывание в лесу и не собирать травы и плоды. Во время летних каникул сотрудники прокуратуры осуществляют надзор за безопасностью детей. В частности, в ходе рейдов они проверяют качество уличных аттракционов. Сотрудники Саенской городской прокуратуры проводят проверки аттракционов для детей. Поводом для такого мероприятия стали нарушения, которые произошли в парках развлечений. Причем во всех случаях могли пострадать дети. В настоящее время нами осуществляются проверочные мероприятия соблюдения законодательства при установке детских батутов. Надо отметить, что цель наших проверочных мероприятий это прежде всего безопасность детей и ориентирование предпринимателей на соблюдение тех требований, которые предъявляются действующим законодательством. Так, в частности, проверка батута в Таёжном бульваре показала, что данный батут предпринимателям установлен новый, закуплен в 2020 году, что не может не радовать. Есть определенные вопросы, которые мы в рабочем порядке решили. Не секрет, что многие владельцы разного рода карусели и аттракционов не уделяют должного внимания агрегатам, которые могут быть чрезвычайно опасны. И, возможно, после таких прокурорских проверок ситуация изменится. Основанием для проведения проверок послужили в том числе факты, имевшие место в других районах и регионах, где незакрепленные батуты привели к определенным последствиям, в том числе к травмам у детей. Поэтому данный вопрос у нас стоит всегда на контроле. С каждым годом развлекательных аттракционов, которые принадлежат муниципалитетам, становится всё меньше. И это тоже сказывается на безопасности оборудования, которое некоторые предприниматели, в отличие от владельцев крупных развлекательных центров, зачастую пренебрегают мерами безопасности. Теперь работать таксистами или водителями автобусов и трамваев не смогут люди, у которых есть непогашенная или неснятая судимость по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также о преступлениях средней тяжести. Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий людям судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев. Водить общественный транспорт не смогут люди, у которых есть непогашенная или неснятая судимость, по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях. Против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества. У водителя такси, помимо вышеперечисленного, не должно быть судимости по таким статьям, как преступление против половой неприкосновенности, половой свободы личности, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой. – Неправильно. Чтобы людям-то где, как работать-то? Где искать работу? – Я за своих детей переживаю. Всякое может быть. Сейчас страшно на каждом шагу. Это все происходит. Только и слышишь, что там, то там происходит. Ну, конечно, может, кто-то и справился. Ну, не знаю. Для меня страшно это было бы. И так каждый раз отправляешь и запоминаешь, с кем отправил, ну, в какое время все, что потом все равно это страшно. – Надо работать в любом случае. Неважно, вступился человек, не вступился. Главное, больше, чтобы не вступался, и все нормально у него будет. Пусть работают. В такси нельзя работать осужденным не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления средней тяжести. Те, кто сейчас уже работает водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, должны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. Воспитанники Саянского детского дома-интерната не раз становились призерами самых престижных соревнований. На этот раз они заняли второе место в Спартакеаде, которое проходило в летнем лагере Мандархан. Ежегодно воспитанники Саянского детского дома-интерната в начале лета отправляются отдыхать в спортивный лагерь Мандархан, который находится на берегу Байкала. Более сотни мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья из Иркутска, Саянска и Братска принимают участие в проводимой летней Спартакеаде. На Мандархане проходила юбилейная 10-я Спартакеада для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно проходит эта Спартакеада. Она организована Министерством социального развития при поддержке Министерства спорта. Традиционно в этой Спартакеаде участвуют дети из города Саянска, Иркутска и Братска, дети с ментальными нарушениями развития. В этом году 15 наших воспитанников в сопровождении воспитателя Орловой Марьины Александровны и педагога дополнительного образования Поповой Анны Васильевны участвовали в этой Спартакеаде. Три дня шла Спартакеада, и наши ребята в упорной борьбе завоевали почетное второе место. В ходе проведенных товарищеских встреч сборная команда из ДДИ вошла в тройку призеров и заняла второе место. Как отметила директор Саянского детского дома-интерната Лариса Бухарова, в течение всего сезона для ребят проводились множество различных не только спортивных, но и творческих мероприятий КВН, дискотеки и тематические вечера. Летний отдых на наших детей продолжается. Всего в летнем оздоровительном лагере Акинец у нас запланировано четыре смены. Первая смена уже закончилась, буквально на днях заезжают ребята второй смены, которая будет называться спортивная. В лагере у нас предусмотрено, что у нас отдыхают все четыре смены, отдыхают дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. На этом летняя оздоровительная кампания для воспитанников Саянского детского дома-интерната не заканчивается. Впереди еще два летних месяца, которые ребята проведут на базе оздоровительного лагеря Акинец. И вновь лучшие саянские паралимпийцы доказали свое мастерство на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Чебоксарах. Я первая в России девушка в своем классе, которая поставила вот эти рекорды. То есть, если кто-то будет изучать историю этого вида спорта, в этом классе я буду первой. Вот это у меня прям гордость такая берет. С 14 по 21 июня в городе Чебоксары проходил чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 374 спортсмена из 53 регионов страны. Дарья Иванова и Екатерина Потапова представляли Иркутскую область и Саянск. Наши спортсменки завоевали первые места. То есть, Иванова Дарья в толкании ядра победила с результатом 7 метров 62 сантиметра. И выполнила норматив мастера спорта. Ну, перевыполнила. И Екатерина Потапова в этом году, у ней произошел дебют в гонках на спортивных колясках. Она выступала в пяти дистанциях. Полторы тысячи восемьсот, четыреста, двести и сто. Во всех дисциплинах Екатерина Потапова установила рекорды России. Своей коронной дистанцией 100 метров спортсменка еще и перевыполнила норматив с мастера спорта международного класса. В общем, сбылась моя мечта. Я выступала, получила класс. Выступала я с спортсменами, которые выше меня, ну, выше по классу и здоровее. И когда я их обгоняла, это было что-то, конечно. Сейчас я планирую за ближайший год. Хочу все свои вот эти рекорды, которые я поставила, улучшить, чтобы это по чуть-чуть, по чуть-чуть улучшать. То есть цель есть. В октябре в Сочи состоится международный турнир, поучаствовать в котором планируют и саянские спортсмены. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Ну, а я же прощаюсь с вами с пожеланием доброго вечера. Всего доброго. Берегите себя. А самое главное, будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова